Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они готовы к возвращению полноценного онлайн-формата. С другой стороны, конечно, испытывали некоторую надежду, что все-таки получится вернуться, так сказать, к прежней жизни. Но уж теперь как есть. И поэтому, учитывая то, что до конца текущего календарного года осталось буквально считанные месяцы, или даже, лучше сказать, недели, потому что время бежит, то, естественно, очень хочется четко спланировать деятельность, какие-то конкретные шаги, потому что осознаешь, что это наступит на днях, что называется. Поэтому мы при планировании своем мероприятии, потому что, если до этого некоторые мероприятия мы переносили на более поздний период, опять же, повторюсь, что в надежде, что, может быть, каким-то образом мы соблюдем мощный формат, то сейчас понимаем, что нужно четко, опять же, повторюсь, выстроить график, да, и испытывая современные средства связи, технологии и так далее, идти вперед. Ждать больше некуда. Ну вот, кстати, о планировании. Все равно же планы, они корректируются, но не меняются? Они, может быть, виды изменяются, я бы так сказала, да, например, в прошлый раз мы говорили про реализацию образовательных мероприятий, которые тоже, помимо маркетинга, рекламы и других аспектов продвижения, играют очень важную роль. Как я говорила, в августе-сентябре мы тогда провели блок семинаров школы экспорта, а сейчас у нас немножечко другой фокус, более ориентированный на точечное сотрудничество и взаимодействие с нашими ближайшими прибалтийскими коллегами. Ну, это Эстония, Латвия? Да, безусловно, но вот в части Центра поддержки экспорта в рамках фонда гарантий у нас идет в большей степени концентрация реализации мероприятий по проекту международного сотрудничества Латвия-Россия, и вот как раз проведение семинаров, это будет одним из тех вводных блоков, которые позволят выстроить работу на ближайший и последующий период. Кстати, Светлана, вот готовясь к нашей встрече, я посмотрела на сайте внешняя деятельность нашей страны, и там есть очень интересные данные. Смотрите, в первом полугодии этого года товарооборот России с Латвии вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 7%. Основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров. Минеральные продукты, они, кстати, занимают более половины от всего объема экспорта России в Латвию. Далее идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Далее металлы, изделия из них. Далее продукция химической промышленности, древесина, целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства. Ну, в принципе, сразу прокомментирую, что тенденция по этим товарным группам, она более-менее сохраняется. Может быть, какая-то меняется составляющая в процентном отношении, но вы перечислили сейчас в статистике, вот это, которое актуально на сегодняшний день, да, в основные какие-то вот именно сегменты, по которым продолжается и развивается сотрудничество. Но здесь и для слушателей, и для нашего общего понимания я бы сделала, наверное, следующую оговорочку. Ну, смотрите, во-первых, как бы Латвия исторически является одним из основных внешних торговых партнеров. Но мы как-то, мне кажется, частично этот момент затрагивали. Да, мы говорим Россия-Латвия, и даже если поток идет через Псковскую область, это же не есть равно, что это товары псковского производства. Мы должны понимать, что это наша транспортная логистическая инфраструктура. Нас-то, конечно, больше интересуют товарные группы, которые от псковских производителей уходят туда. И плюс, если мы говорим как бы об общих цифрах статистики внешнеэкономической деятельности, то мы понимаем, что это не только экспорт, но и импорт. И в этом контексте, конечно, Латвия один из приоритетных страновых партнеров, потому что, используя логистические возможности, а, приграничной территории, используя возможности порта, Риги, складирования и так далее, это некая точка отправления товаров, скажем так, в другие страны Европы. И поэтому мы при этом тоже анализируем, отправляя товар отсюда, нашего региона производителей, или это могут быть транзитные какие-то грузы. Для себя, помимо вот этих красивых там цифр, так или иначе, важно анализировать. Вот остался товар в Латвии, или он поехал дальше, потому что, безусловно, как бы, да, конечный потребитель, он уже потом своим образом влияет на все вот эти вот цифры статистики. Светлана, ну вот смотрите, ведь когда-то мы были одним большим советским государством, и Латвия была одной из союзных республик. Насколько, с вашей точки зрения, изменился, ну, скажем, менталитет людей, которые сегодня с нами сотрудничают? Ну, вы знаете, как бы, наверное, нету такого однозначного ответа, который позволил бы охарактеризовать ситуацию, поскольку могут быть, а, разные обстоятельства, возрастная категория, какие-то другие такие базовые вещи, которые влияют, так сказать, на менталитет. Но я в свое время получала первый диплом о высшем образовании по направлению лингвистика и межкультурная коммуникация. Так вот, я могу сказать, что вот в те годы, да, далекие 90-е, вряд ли страны Прибалтики входили в блок теор-дисциплин, направленных на изучение кросс-культурных особенностей. То есть были какие-то другие континенты, страновые особенности, исторические аспекты, да, ну вот сказать, что... А сейчас, как мы видим, по ходу проведения переговоров, ведения деловой переписки, безусловно, есть... Это, может быть, даже не столь менталитетные какие-то. Это нормы. Нормы международной коммуникации, нормы Евросоюза, которые... Они не могут не накладывать отпечаток, да, вот на результативность этих действий. И, конечно, из тех предпринимателей, которые у нас в поле зрения, я знаю, что до сих пор, если мы говорим про взаимодействие на внутреннем рынке, по старинке, все это решается вот таким вот-вот телефонным звонком, отправленным прайсом на коленку, что называется. Какие-то традиции остались. Вот. И как-то все равно это работает, безусловно, если мы говорим о выходе на международный уровень. Ведь здесь еще в чем бывает проблема? Как вот я сказала, что нету такого однозначного решения, да, но в любом случае всегда есть чему учиться. И когда мне кто-то говорит, что у меня не получилось заключить контракт с предпринимателем из такой-то страны, ведь это же очень детальный, глубинный анализ. Не потому, что ваш товар не подошел, а может быть, на этапе коммуникации или выстраивания взаимодействия что-то пошло не так. И поэтому, безусловно, при планировании семинаров мы должны учитывать и складывать, скажем так, в красивый, эффективный и полезный пазл, разные аспекты. А, это могут быть как с точки зрения особенностей ведения бизнеса в стране, это могут быть и нормативно-правовая какая-то регуляторная база, это могут быть основы деловой переписки, это вот действительно, поэтому наша задача выстроить блок, именно который шаг за шагом бы, да, предоставил бы нашему бизнесу, который готов и хочет работать с Латвией, полноценную картинку и такой алгоритм, да, то есть, куда идти и в каком порядке что делать. Ну и, безусловно, необходимо помнить о том, что это территория Евросоюза и есть определенные нормативы, которые связаны как с сертификацией продукции, с маркировкой продукции. И я не раз озвучивала, что одна из услуг, которые у нас предоставляются, она связана не только с переводом материалов, но и адаптацией продукта. То, что написано на этикетке, у нас не факт, что это зайдет в Латвии и, может быть, иных странах Евросоюза, и это тоже отдельный блок. Здесь не только даже нужно учиться, нужно просто знать всю эту нормативную базу с тем, чтобы понимать, каким образом упаковывать свой товар перед отправкой туда. Я представляю, как бывает обидно, когда сделка не получается из-за каких-то мелочей, которые просто были непродуманы. Бывают, это даже не просто мелочи, а бывает просто... И все по-серьезному. Бывает элементарно не очень ровно наклеенная этикетка, которая... Даже так, не прежность. К сожалению, такое имеет место быть. И взятый в руки образец, он может свести на ноль все даже ранее корректно, эффективно проведенные переговоры. Просто кривая этикетка. Да. К сожалению, так бывает, и поэтому, когда мы работаем с производителем, тщательнейшим образом обращаем внимание на их партнерскую организацию, которая занимается для них упаковкой. То есть это может быть действительно сама упаковка, это может быть стикер наклеенный, это может быть неправильная маркировка. То есть мне, например, предприниматель присылает, а у нас новая упаковка. Радостные, вот они, потому что я понимаю, это их трудозатрата, они вложили средства, они разработали какой-то новый дизайн. Естественно, они сами, я говорю, не хватает вот этого, вот этого, вот этого. Вплоть до того, что мы обсуждаем, как правильно писать сроки годности на продукцию. Так. Если, как это, не хватает образцов в кабинете на рабочем месте, они у меня всегда лежат. Вот когда обсуждаем этот вопрос. Наглядные примеры, да. Мы берем упаковку, неважно, что это там, что-то там ясное, какая-то упаковка. И наши производители, ну это такой, опять же, частный случай, вроде мелочь, но на это обращают внимание. Обычно наши производители пишут, срок хранения столько-то месяцев. Срок хранения 6 месяцев, срок хранения 24 месяца. Что говорит европейский потребитель? Он говорит, вы зачем вынуждаете клиента отсчитывать, когда этот срок годности закончится? Вы своей формулировкой, вот такой маркировкой вынуждаете потенциального клиента найти мелким шрифтом а, дату изготовления, который бывает с другой стороны, на другом обороте. Ну да, и все найти надо, да. А потом приплюсовать вот эти вот там 6, 8, 12, 24 месяца неправильно. Ни с точки зрения нормативной базы, ни с точки зрения менталитетного подхода. В общем, да, логично. К клиенту нужно. Так вот, сейчас это все строги. Логично. А первый раз я сама это слушала тоже с таким удивлением. Ну да. То есть, почему он, как если в досанкционные времена, то есть, да, мы берем какой-то товар, годен до, valid until, то есть все нужно, должна быть видна конечная дата. Просто невооруженным глазом. Вот опять же, вроде мелочь, но где про это написано? Пока не происходит каких-то обсуждений, анализа образцов, опять же, знакомства, переговоров по второму, по третьему кругу, вот к этому не приходишь. Что происходит дальше для производителя? А у него, предположим, этих упаковок уже наштамповано на годовую партию и серийный выпуск вперед. Он уже вложился в них. И ему надо принимать решения. То есть, ну, как в самом простом случае нам видится, то есть вот это вот мы оставляем, например, для внутреннего рынка, ну, коль уж оно уже есть, да, если мы хотим вести серьезные переговоры с европейскими потенциальными поставщиками, да, то это совсем уже другая история, которая требует вложения и финансовых ресурсов, и человеческих, как бы, и компетенций всяких разных. Ну, это самый простой пример, с которым пришлось сталкиваться. Светлана, ну вот я даже сейчас припоминаю, вы достаточно часто обращаете внимание при наших встречах на упаковку, что она действительно играет большую роль, наконец-то, на наши предприниматели, те, кто хочет работать на экспорт. Они уже это приняли для себя? Потому что, насколько я понимаю, ранее упаковка для них была вторичным звеном. Смотрите, если вот проводить некий такой срез в режиме было-стало, то я думаю, что рано или поздно я смогу собрать очень хорошую коллекцию кейсов, как это, эволюционного развития упаковки. Есть, например, примеры продуктов, которые вот на глазах меняются. Ну, это уже, наверное, пятый вариант упаковки, я вижу, как бы, да, вот, а есть новые бренды, даже если мы говорим не только про пищевое производство промышленного уровня, даже наши фермеры, вот сейчас это видно, они вкладываются не только в упаковку, но и даже вот то, что называется неймингом и брендингом, даже такие слова нам теперь знакомы по сравнению с тем, что было в 17-18 году, и это совсем другое, то есть даже если я понимаю, что внутри может быть тот же самый продукт, может быть, он немножечко модифицирован, да, с точки зрения технологии производства и так далее, но если я беру вот это в руки, я понимаю, что, а, я хочу это подарить, б, я хочу это продать, чтобы об этом знали за пределами Псховской области, вот, и поэтому работа продолжается в таком режиме нон-стоп. Ну, я так понимаю, вы упомянули это от 17-18 года, где-то лет пять прошло. Ну, примерно так и получается, если, опять же, такую какую-то линию развить, составить или графически каким-то образом ее изобразить, понятно, что бывают как взлеты, так и падения, бывают где-то какие-то простои, как бы, да, но, по крайней мере, можно действительно собрать реальные кейсы, которые сделали хороший прорыв. Даже если, вот опять я упомянула фермеров, да, понятно, что в контексте Центра поддержки экспорта ставка была в свое время на международный туризм, почему адаптировали их продукт, с целью того, чтобы уровень этого сельского хозяйства соответствовал, да, международным стандартам. Вот. И я думаю, что могу привести пример небезызвестного вам фермера из Печорского района, который сейчас у нас под брендом «Барановская», которые осуществили действительно большой прорыв не только с точки зрения выращиваемой продукции, но и с точки зрения конечного продукта, которые, используя свое сырье, как бы, они сейчас вырабатывают. Они занимаются малиной, да, насколько я помню? Ну, малина – это основной продукт, безусловно, там есть еще и такая ягода, как ежевика, есть яблоки, груши и так далее. Вот. Могу сказать, что я вот малину свежую, крупную, красивую ела буквально на днях, потому что до сих пор она у них еще растет. Есть, да, да. Они, кстати, по-моему, год назад, около года назад были, да, здесь, в нашей студии, и с такой любовью. Вы знаете, Светлана, я заметила, вот тот, кто любит свое дело, у него все и получается. Он и готов разбираться, анализировать, принимать новое, потому что, чтобы двигаться вперед. Ну, вот как раз сейчас, как бы, для них и ряда других фермерских хозяйств, опять же, возвращаясь к контексту взаимодействия с Латвией, мы хотели бы запланировать, сделать такой, понятно, что будет онлайн-формат, к сожалению, некий формат обмен опытом. То есть не в чистом виде какое-то там продвижение нашей продукции, то есть это отдельный пласт действий и работы. А вот именно взять, например, с нашей стороны, со стороны нашего региона ряд хозяйств, производителей, попросить наших латвийских партнеров найти что-то идентичное на той стороне. Почему? Потому что может быть похожий продукт, могут быть разные технологии. И цель сделать какой-то такой презентационный блок, чтобы они могли обменяться именно опытом, потому что мы такое уже делали, к счастью, в очном формате, да, но называли это таким краш-тестом проектов. То есть действительно, даже если примерно концепт проекта или бизнес, он чуть-чуть так иначе похож друг на друга, когда мы слушали вживую предпринимателей с нашей, из той страны, мы понимаем, что путь развития-то разный. И иногда такие обсуждения, они ведь могут быть в том числе точкой роста. Потому что когда мы принимали у себя делегации из Латвии, и действительно я слушала и слышала, о чём разговаривают они вот именно на уровне обеспечения внутренних процессов. То есть там, как есть точки пересечения, а что-то, например, для наших было кардинально новое. И опять же мы должны понимать, ведь если мы говорим про микро-малый бизнес, особенно в части таких сегментов рынка, как фермеры, там, туризм, да, вот какие-то хендмейт-мастера, да, как правило, они не могут себе позволить ни нанимать, ни платить большие деньги за маркетологов и так далее. Это только то, что, как вы сказали, они делают. Да, сами, сами-сами. Да, именно сами. И поэтому обмен опытов мы хотим обеспечить именно как раз такую, какую-то площадку. И забегу маленечко вперёд. С точки зрения взаимодействия с проектом «Латвия-Россия» было принято решение сделать некую такую цифровую платформу, наверное, то есть на базе сайта фонда «Гарантии» сделать вставку какой-то блок, который будет служить некой такой площадкой, что называется, там, три в одном, а может быть и больше. А, с одной стороны, чтобы там можно было найти определённый сбор компетенций, которые требуются для работы с «Латвией», да, то есть, может быть, второе, чтобы там были примеры, чтобы некий такой ресурс биржи контактов, то есть при размещении каких-то там объявлений или презентационных блоков, они напрямую уже, минуя нас, могли находить друг друга и использовать эту площадку как для обмена опытом, чтобы это было на какой-то долгосрочной основе. Это очень хорошо, удобно. Вот, ну и, соответственно, как бы там третья задача как бы создаваемого портала будет действительно открытая всему миру какая-то платформа, да, которая позволит знакомиться с продукцией и услугами наших производителей. Светлана, не могу не спросить, а латвийская сторона, она открыта, она с удовольствием идёт на контакт, или всё-таки политика делает своё дело? Что касается наших партнёров в Латвии, что касается реализации проектов, приграничного сотрудничества в целом, то, безусловно, это более чем просто открытое взаимодействие, и действительно, те компетенции, те советы и рекомендации, которые мы получаем от них, вот, они действительно служат очень хорошей основой для реализации, потому что я вот по своей специфике могу, конечно, сравнить то, что мы делаем, например, по линии Центра поддержки экспорта, это, наверное, одна история. Если мы говорим про приграничное сотрудничество, это немножко другое взаимодействие, это более тесное сотрудничество, это режим постоянной обратной связи, бывает, что что-то мы делаем не так, какое-то информационное обеспечение необходимо предоставлять, то есть это, в принципе, идёт такое всё по линии развития. То есть соседи живут дружно? Абсолютно точно. Это приятно. В принципе, политика добрососедства – это является основополагающим фактором при реализации всех программ. Самый хороший дипломат – это политика добрососедства, правда? Светлана, я знаю, что на ваших семинарах, на семинарах, которые Центр поддержки экспорта организует, всегда очень хорошие спикеры. Спикеры, эксперты. Да, эксперты. Кто будет в этот раз? В этот раз у нас будет Ирина Третьякова, уже известная вам компания ESA Logistics and Trade. Мы учитывали её профессиональный бэкграунд, опыт взаимодействия по организации международных отношений в принципе, как бы, вот, и, соответственно, поставленная задача, поскольку это будет вводный блок, мы слишком и так потеряли много времени в ожидании того, что мы сможем провести это время. Вот. Он будет направлен именно как такой вот вводный, который должен задать вектор дальнейших мероприятий. Здесь можно было бы ещё отметить, что семинары в рамках проекта, они предполагаются ведь не только для бизнеса. МСП – это одна категория, в том числе ряд семинаров пройдёт для представителей инфраструктуры поддержки бизнеса, нашего бизнес-инкубатора, может быть, там Центр туризма и креативных индустрий к нам присоединится, Тур-инфоцентр, поскольку всё-таки туризм является, входит в число фокуса аудитории этого проекта. С тем, чтобы приобретённые ими компетенции, опять же, от специалистов международного уровня позволили на перспективу и даже после окончания проекта грамотно консультировать участников вот этого рынка с целью дальнейшего их... То есть, как действуют правила проекта? Проект заканчивается, работа не заканчивается, и поэтому всё, что нужно вот сейчас саккумулировать, должно дать очень хорошую базу для дальнейшего развития. Дело в том, что накануне я созвонилась с учредителем и генеральным директором ASI Logistics and Trade Ириной Третьяковой, и вот, что она мне рассказала. Ирин, насколько время меняет подходы к ведению бизнеса сегодня? Я вам так скажу. Вот теперь уже, как человек, который принял ответственное решение лицензировать свою онлайн-школу, я вижу, что с каждым днём, наверное, ситуация становится всё острее и острее, потому что, с одной стороны, наши производители действительно услышали правительство, что можно выходить на экспорт и пробуют это делать. С другой стороны, как раз видно, что семинаров таких одиночных, их недостаточно. То есть, то, чему мы учимся всю жизнь, в каждой своей профессии. Мы не можем этому научить другого человека за четыре часа, как бы мы ни хотели. И, конечно же, это нужно заводить уже на, это моё мнение, на какой-то фундаментальный уровень в том плане, что вот почему я, собственно, и иду по пути того, чтобы лицензировать свою онлайн-школу, чтобы ты мог человеку дать пакет, и он спокойно, совершенно учится по какой-то программе. Потому что всё-таки экспорт – это не разовая история, когда ты можешь за четыре часа что-то надиктовать, плюс навык же нужно ещё получить, да? Да-да-да. Плюс, естественно, что у экспортеров возникают в процессе исполнения контрактных обязательств большое количество вопросов. Они иногда очень забавные. Ну, когда мы начинаем ходить, мы же все забавные, да? Это ещё не всегда уверенные шаги. Вот. И здесь как раз, наверное, когда есть школа, ты можешь, человек может просто зайти ещё раз урок прослушать и ответы какие-то себе дать. Либо позвонить, в конце концов, преподавателю, который этот урок написал, да, и сказать, слушайте, а я вот не понял, а вы можете мне ещё раз объяснить? Вот. И с каким стечением времени, конечно, я надеюсь, что наши предприниматели, они научатся и будут успешны, на крайней мере, мы со своей стороны всё-таки, чтобы они научились и смело на постоянной основе шли в экспорт. На какое время рассчитан ваш курс обучения? Ну, вот, предположим, человек решил работать на экспорт с нуля, да? Да, он ещё совсем зелёный в этом вопросе. Сколько времени, с вашей точки зрения, ему потребуется для того, чтобы он стал, ну, более-менее асом? Ну, чтобы он стал асом, ему потребуется вся жизнь. Это я так и не скажу. Ну, чтобы он это делал уверенно, я думаю, что надо месяц всё-таки себе посвятить. Вот я сейчас, когда писала обучающую программу, я поняла, что минимум – это 16 разных семинаров, да, по разным видам деятельности, с которой сложится экспорт. Это минимум. И так как мы записывали вот тут студийно уже онлайн, да, курс, вот три семинара мы записали, и я могу вам сказать, что мы очень старались уложить, я очень старалась уложиться, потому что каждый семинар был не больше полутора часов. Но я понимаю, что на отдельные виды семинаров ты прям должен останавливаться, да, делать какую-то проверочную работу, снова переслушивать, снова её делать, да, то есть, ну, месяц надо себе посвятить. И тут я с удовольствием процитирую Бенджамина Франклина, который говорил, что если вы считаете, что образование стоит дорого, попробуйте невежество. Как бы жестоко сейчас не звучала эта фраза, но я считаю, что он абсолютно прав, потому что нельзя относиться к международной деятельности как к чему-то, да, на авось как-то пройдёт. Это всё-таки реномен нашей страны в том числе, да? Да, и вот со Светланой часто мы в студии говорим о том, что там столько нюансов возникает, да, о которых мы даже иногда не задумываемся. Ну и плюс, мы с вами тоже вот уже об этом не единожды говорим, наше с вами знакомство тоже началось в пандемии, да, пандемия меняет очень серьёзно конъюнктуру рынка, она меняет условия, и вот мы с вами снова сталкиваемся сейчас, да, с тем, что нас высаживают на локдаун, это же происходит не только в нашей стране, и это связано с определёнными сложностями, да, в экономике есть такое понятие, свод-анализ, да, это когда ты оцениваешь риски, угрозы и свои сильные стороны. И в нынешних временах, я хочу сказать, это нужно делать ещё тщательней, да, ещё продуманней. У меня есть такой замечательный семинар, я его прям очень люблю сама, как много нужно учитывать, как много надо закладывать времени, и вот так, чтобы экспортерам, которые нас с вами сейчас слушают, было понятно, если до пандемии мы считали, что в Китай можно доехать там за 39-40 дней, то сейчас это время в лучшем случае 60, а в отдельных случаях и больше. Соединённые Штаты Америки, из кого-то Санкт-Петербург можно было доехать за 22 дня, сейчас нам дают океанские линии транзитное время от 45 до 60 суток. Это я к чему говорю, к тому, что нельзя ехать вот на старых санях, мы всё время должны отслеживать новые реалии, в которых мы находимся. И, конечно, для этого можно и нужно опираться на тех профессионалов, которые в этом бизнесе живут всё время, плюс меняются законы стран, в которые мы едем, да, и это мы тоже должны учитывать, плюс у нас активно развивается онлайн-торговля. И да, существует много площадок, на которых сейчас экспортеров пытаются научить, но здесь надо понимать, что даже биткоины продавать, когда у тебя нет базовых знаний, ты сразу не станешь успешным. Я бы, наверное, сейчас так охарактеризовала эту ситуацию, что надо просто посвятить этому время, не думать, что это всё ерунда, и кто-то за тебя подумает, там, решит, твой бизнес нужен только тебе самому. И это всегда будет так, и всегда так будет. Насколько сегодня наши предприниматели, да, люди, которые пытаются работать на экспорт, планируют работать на экспорт, привыкли уже к онлайн-формату? Привыкли, но это, конечно, очень неудобно. Вот как раз перед тем, как мы с вами начали разговаривать, я организовывала зум-конференцию для нашего российского предпринимателя и немецкого покупателя, и, конечно, так можно общаться, но периодически бывают помехи со связью, да, то есть это всё равно не личное общение. Это откладывает в какие-то моменты принятие решений, например, да, потому что люди там в силу качества связи могут там постесняться, переспросить лишний раз, да, или ещё что-то. То есть ты на личной встрече, когда ты приехал конкретно к этому человеку, ты всё равно задашь все вопросы, которые у тебя есть. В зуме вот это складывается, знаете, ощущение, что, ну, можно же ещё позвонить, можно же ещё. То есть здесь нет инвестиций денежных в то, что ты поехал, да, и встретился. И, наверное, это немножко обесценивает факт переговоров. Вот так я пока скажу. Ирин, что показывает ваш опыт? Кто более гибкий, кто лучше усваивает то, что, собственно, надо знать при работе на экспорт? Женщины или мужчины? А вы знаете, здесь нет гендерного развития. И здесь различие только одно. Лучше усваивают те, кто владеют бизнесом. Потому что им это надо. Очень хорошо усваивают, я могу сказать, ребята, которым вот возрастной ценз, наверное, я определю, не гендерный признак, а возрастной ценз. Это где-то 30-35+. Вот любознательности очень много, они не стесняются задавать вопросы. А я всегда говорю, что самый дурацкий вопрос – это тот, который вы не задали. Потому что вы не получили знаний, да, соответственно. И вот 30-35+, это люди, которые с удовольствием задают вопросы, с удовольствием открывают для себя новое что-то, да. И я вот тут проводила семинар в одном из регионов, не в вашем, к сожалению, но тоже в мой любимый регион. И мы вместо запланированных четырех часов еле-еле через пять с половиной разошлись. Именно потому, что был вот такой хороший отклик, да. Интересно. И люди были заинтересованы, да. Было очень много вопросов, которые мы разбирали. И это было здорово. Вот мне, как человеку, который делится знаниями, это было очень приятно. Для меня это как раз показатель того, что региону надо, да. То есть не из-под палки загнали, потому что это полотно. Да, да. А именно надо. Ирина, мы всегда рады, когда вы приезжаете в наш регион. И, насколько я понимаю, у вас особое отношение к нашему краю. Да, да, это правда. Вы знаете, у вас вообще очень интересные предприниматели. Они заинтересованы. Вот так я скажу. Они заинтересованы. Естественно, ребята, которые производят... Вот, кстати, новые появились ребята, которые хотят выйти на экспорт. Это ваша посуда и местные уникальные товары. И здорово. Они прямо с таким любопытством, вот, первооткрывателей, таких пионеров, да. А вот это будет интересно. А вот это в какой стране будет интересно. А для этой страны мы можем сделать там какое-то специальное решение, да. То есть, к примеру, там, черная посуда неинтересна, но мы можем ее сделать в тот цвет, который в этой стране интересен. Вот это здорово. Это здорово. Мне понравилось очень. Это вот мы проводили... Светлана проводила конференцию, да. И после нее мы много общались вот уже с новыми ребятами, которые еще не экспортеры, но уже очень хотят. Спасибо вам, Ирина. Большое удачи, успехов. Пусть ваша онлайн-школа набирает как можно больше слушателей. И чтобы дело, которому вы посвящаете свое время, оно было успешным. Спасибо огромное. Благодарю вас, Ирина. Благодарю вас. И предпринимателям тоже больших успехов и удачи. Ну, Ирина Третьякова тоже уже была неоднократно в нашей студии. А в этом на самом деле, да, есть ценность привлечения спикеров, экспертов на повторной основе, потому что компетенция – это очень интересная история, и озвучиваемые там какие-то советы, лекции, проводимые тренинги, практические игры – это действительно все прекрасно. Но когда привлеченный эксперт точно так же уже знает производителей в лицо, и может видеть в динамике их развитие, а может быть, и его отсутствие, то, безусловно, это будет вносить какой-то другой, более эффективный вклад опять в формирование дальнейших действий. Почему для нас это важно сейчас? Потому что задача проекта в любом случае – это тоже сопряжено с задачами Центра поддержки экспорта. это действительно развитие и стимулирование экспортной активности. Это может и должно привести к каким-то новым видам сотрудничества, может быть, новым продуктам. В контексте туризма может быть новым маршрутом рано или поздно границы откроются. Будем надеяться, да. И после проведения семинаров следующим шагом будет такой блок, иметь место быть, как разработка экспортной стратегии для конкретно взятого МСП. То есть не просто компания или фермер, или кто-то пришел на семинар. Да, безусловно, мы гарантируем, что семинары, они унесут какие-то компетенции, у них появится какой-то новый вектор дальнейшего осмысления, куда мы идем следующим шагом. Но посчитали совместно с латышской стороной, опять же, что точечное сопровождение, оказание некой такой консультационной поддержки на протяжении какого-то периода, поэтому у нас все вылилось в разработку экспортной стратегии, когда с учетом всех текущих обстоятельств, экономических факторов будет разработана стратегия под конкретную компанию, и далее этот консультант рука об руку поведет эту компанию до получения нашего первого результата. А может быть и не одного. Да, это здорово на самом деле. А я вот вспоминаю, когда Ирина Третьякова здесь в этой студии рассказывала, как она любит наш край, и, кстати, Барановская, она вспоминала эту чудную малину, говорит, я просто забыть ее не могу. Ассоциативный ряд – это штука тонкая, как говорится. Да, да. Поэтому здесь, безусловно, как бы играет связи как профессиональный подход, так и личное знание, может быть, продукта того, что мы готовы продвигать, адаптировать и, в принципе, учитывать в рамках реализации всей вот этой деятельности. Светлана, ну что, впереди замечательные перспективы, несмотря на онлайн. Да, безусловно, мы в это верим, потому что помимо консультационной и образовательной деятельности, безусловно, есть еще ряд других, не то чтобы мероприятий, но направлений деятельности и услуг, которые способствуют продвижению нашей продукции на внешних рынках. Вот, в частности, мы должны успеть до конца текущего календарного года отправить еще нашу продукцию в Европу. Несмотря на ограничения и локдауна, мы понимаем, что продукция а, теперь уже 100% соответствует требованиям международного рынка, б, она уже апробирована там, в, она востребована. И поэтому, безусловно, какие-то позиции с течением времени у нас там отвалились или требуют более долгой истории, но уже, как бы, знаем топ, скажем так, позиций, да, которые действительно на рынке там уже даже запозиционировали ну, свое присутствие и имидж. Сейчас подумала, слушая вас, как все-таки мы с вами верно определили ранее стратегию и тактику, говоря, ну, если такая ситуация, значит, надо идти вперед, значит, надо к ней не просто приспособиться, а уже ее двигать за собой. Приспособиться – это временное решение. Да, совершенно верно. А вот именно, да, двигаться вперед, это позволит просто-напросто в дальнейшем уже не останавливаться, даже если какие-то опять объективные обстоятельства в этом мире у нас поменяются. Спасибо вам огромное. От всей души желаю успехов вам, вашим помощникам. И уверена, что семинар с участием Ирины Третьяковой будет очень интересным, полезным. И я думаю, что впереди все равно новые перспективы. Буду ждать новой встречи с вами в студии. Ну, а нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня утром вместе со мной была руководитель нашего Центра поддержки экспорта Светлана Ярлыковская. И вместе со Светланой мы желаем вам доброго дня, дорогие друзья. Стартовая площадка